В двух словах. Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооружёнными силами на местах распоряжения их командования и их администрации. Мы поставили вопрос ребром, не очень понимаем, как это объяснить, но надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения. Кроме этого, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идёт непросто и говорить о чём-то позитивном пока рано. Могу лишь сказать, что мы приехали с большим набором письменных документов. Мы уже взяли конкретные договора, проекты и предложения и надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте. Ну и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперёд. Вот переговоры будут продолжены. Спасибо, коллеги. Кто-то ещё хочет что-то добавить, точнее, на делегации? Я бы добавил. Тяжёлые партнёры, безусловно, и мы это представляли, поэтому, конечно, мы хотели, чтобы сегодня уже были достигнуты конкретной договорённости хотя бы по части обсуждавшихся вопросов, увести в Москву конкретный результат по важнейшим направлениям наших консультаций, но мы видим, что это оказывается сложно, поэтому переговоры действительно будут быстро продолжены, не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат, это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. И не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять. Подчеркиваю, консультации будут, безусловно, непростыми. На сегодня архиважным, как подчеркнул глава нашей делегации Владимир Ростиславович Мединский, это гуманитарная коридора, тысячи и тысячи людей ждут в Мариуполе, в Волновахе, ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты, это по сути своей просто нелюди, которые прикрываются людьми как с живым щитом, не пуская их пройти по открытым гуманитарным коридорам. Мы сегодня достаточно подробно обсудили эту тему. Хочется поблагодарить руководство Минобороны России за предпринимаемое усилие, детальное и системное. И хотелось бы выразить надежду в том, что ближайшие попытки вывести людей, мы обсудили сегодня конкретное направление с географическими названиями, совершенно детальными подходами. Надеемся, что следующие попытки вывести людей будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными. Спасибо. 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 Спасибо.